День за днём Спасибо вам большое за активность Руководители ключевых подразделений города отчитались о своей работе У нас проходит профилактическое мероприятие «Автобус». Проверяем документацию, перевозки, законности Операция «Автобус». Пассажирские перевозки на контроле ГИБДД Школьный кэсбаскет собрал вместе любители баскетбола Очень хочу послушать вас с вашими предложениями, потому что те направления, о которых я буду говорить, мне кажется, должны быть нам интересны Каков наш путь? В Десногорске состоялся педагогический совет А теперь об этих и других событиях подробнее Жители нескольких микрорайонов Смоленска жалуются на несвоевременный вывоз мусора Контейнеры на помойках стоят переполненными Аналогичная ситуация сложилась и в других районах областного центра Коммунальщики объясняют задержки вывоза мусора в городе переходом регионов на новую систему обращения с отходами И обещают наладить процесс, как только переходный период завершится 12 февраля руководители ключевых подразделений города отчитались о проделанной работе за неделю Подробности в сюжете Совещание началось с награждения участников конкурса госкорпорации «Росатом» Сертификаты за лучшие практики инициативы социально-экономического развития города Получили Анна Королёва, Юлия Кожар и Ольга Романова Победителей награждал представитель информационного альянса «Атомные города» Андрей Штер Помимо этого, Вячеслав Сидунков получил благодарственные письма За оперативную ликвидацию аварии системы водоснабжения в январе Далее руководители обсудили ситуацию в городе Инженерные институты города сплотируются в нормальном режиме Увышения ограничений потребителей нет Продолжается расчистка придомовых территорий Дороги посыпаются, безопасность жителей остаётся под контролем По данным медсанчасти, возросло количество заболевших ОРВИ Диагноз «грипп» не выставлялся Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ Во всех школах Десногорска приостановлены занятия В соответствии с постановлением администрации города Карантин продлится с 14 по 22 февраля Напомним, что карантин в учебных заведениях Вводится при условии превышения эпидемического порога Стоит отметить, что право устанавливать карантин в классе или школе Есть и у директора образовательной организации Согласно рекомендациям Роспотребнадзора И Главного управления образования региона Если в классе заболело 20% детей Директор школы своим решением может закрыть его на карантин На едином портале Госуслуг стали доступны новые сервисы Подать заявление на выплату пособий семьям с детьми А также оформить субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг Можно через интернет Для этого необходимо выбрать на сайте Госуслуг категорию «Пенсия, пособия и льготы» А затем перейти по ссылке «Пособия на детей» или «Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг» Сейчас в режиме онлайн органами исполнительной власти предоставляется 35 услуг Соблюдение исправного состояния автотранспортного средства Обязанность любого участника дорожного движения Особенно это касается пассажирских перевозок О очередном рейде ГИБДД смотрите далее Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия Которые направлены на безопасность дорожного движения Проколактический рейд «Автобус» призван выявить и пресечь нарушения правил При автобусных перевозках Недавние трагические события в Халужской области показали Что эта сфера требует повышенного внимания Как со стороны водителей, так и со стороны инспектора Соблюдение правил дорожного движения И исправное техническое состояние автобуса Это необходимые условия любых пассажирских перевозок Регулярные сплошные проверки автобусов в Смоленской области Проводятся два раза в месяц Это помогает выявить и пресечь деятельность Многих недобросовестных перевозчиков В ходе мероприятия особое внимание Сотрудники ГИБДД обращали на то, чтобы водители Следовали установленным режимом труда и отдыха Также проверяли документы О прохождении предрейсового контроля И соблюдении исправного технического состояния Транспортного средства На постоянном контроле у госавтоинспекции Также находятся и детские перевозки Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Налоговая служба Смоленска подытожила цифры за 2018 год Налоговые поступления за прошедший год увеличились на 8% Благодаря налогоплательщикам бюджетная система страны Пополнилась почти на 40 миллиардов рублей 15 миллиардов останется в бюджете Смоленской области Налоговики напомнили и о серьезных изменениях в уплате налогов за 2019 год Теперь имущественные налоги будут исчисляться с кадастровой стоимости Поэтому, получив уведомление, не забывайте проверять свою кадастровую стоимость И правильность исчисления налогов 10 и 11 февраля в Десногорске стартовал региональный финал Школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет Какие команды вступили в борьбу за то, чтобы представлять Смоленскую область На всероссийском уровне, смотрите в сюжете За выход в финал сражались команды девушек и юношей Из городов Смоленска, Вязьмы, Десногорска и села Темкино В первый день игр среди девушек боролись спортсменки 19 и 34 школ Смоленска Команды Темкинской средней школы и Десногорской школы номер 3 Юношеские команды представляли 19 и 29 школы Смоленска Школа номер 2 из Вязьмы и Десногорская школа номер 4 Все спортсмены показали хороший уровень подготовки к игре Отрыв в очках между командами был минимальный Во второй день за звание лучшей мужской команды соревновались ребята из 29 и 19 школ Смоленска До финальной игры среди девушек дошли смолянки из 19 и 34 школ Состязания выдались жаркими Чтобы разрядить напряженную после игр обстановку Организаторы устроили для баскетболистов и гостей легкую разминку Здоровый образ жизни поддержали глава города Андрей Шубин, олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Сумникова и тренер Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Даниэль Кобедин На спортивном празднике отдельного внимания удостоились и те, без кого юные баскетболисты не смогли бы добиться спортивных вершин Грамоты и награды получили учителя, тренеры и наставники Региональный финал школьной баскетбольной лиги не обошелся без традиционного дружеского матча В поединке встретились профессиональные спортсмены и игроки кайзбаскета Опытные баскетболисты хоть и поддавались, но старались показать юным спортсменам свой уровень владения мячом Все два дня спортсмены яростно сражались, зрители воодушевленно болели, а гости вдохновляли и делились положительными эмоциями Ребята, девчонки, вы сделали это, я хочу сказать, спасибо вам за это Молодцы все! Я очень горжусь, что пять лет назад мы были приняты в дружную семью кайзбаскетболу Я очень горжусь, что все пять лет мы проводим свои финалы в самом спортсменном для меня городе, в городе матовщиков Десногорске В итоге десногорские спортсменки удостоились бронзы, серебро и золото забрали смолянки В поединках среди юношей десногорские спортсмены показали не лучший результат и в тройку призеров не вошли Первое место заслуженно досталось смоленским ребятам Наиболее ценными игроками признаны Елизавета Богданова и Дмитрий Денищич Командам-победителям вручили путевку на финал чемпионата Центрального федерального округа где они будут с гордостью представлять Смоленскую область Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Хорошая новость для жителей Смоленска Капитально отремонтированный и обновленный технический офис Почты России начал свою работу в Киселевском районе В установленных универсальных клиентских окнах смоляне смогут без давки и больших очередей получить или отправить посылку и заплатить за коммунальные услуги Также на почте появилась новая услуга – упрощенный прием Горожане смогут получить посылки и заказные письма без заполнения бумажных извещений и предъявления паспорта Для этого нужно оформить простую электронную подпись в отделении Стоит отметить усовершенствование работы с инвалидами и людьми с ограниченными возможностями Теперь они могут оплачивать коммунальные услуги на дому Для этого необходимо вызвать почтальона, оснащенного мобильным портативным устройством произвести оплату и получить чек В региональном отделении Почты России планируют в ближайшие два года реконструировать остальные отделения и выйти на новый уровень обслуживания клиентов Любая стратегия требует основательного планирования и постоянного контроля Преспективы спортивного движения, как вектор развития молодого движения Десногорска, обсуждали в городе Привить школьникам любовь к спорту и здоровому образу жизни – задача коллективная Она требует участия не только со стороны родителей, но и со стороны учителей Спортивные проекты 2019 года должны быть направлены на распространение как физкультуры в целом, так и отдельных спортивных дисциплин Это соответствует стратегическим целям корпорации «Росатом» 2019 год объявлен годом здорового образа жизни 11 февраля под председательством Генерального директора Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» Сергей Афомина провели совет с представителями учебных заведений Десногорска Дискуссия с директорами и преподавателями школы позволяет из первых уст узнать реалии и потребности спортивной составляющей в учебном процессе При этом каждая школа города реализует свои уникальные методики дополнительного спортивного образования Например, школа номер один Десногорска сотрудничает с полицией города Как и в любой налаженной системе, здесь тоже есть слабые места и пожелания Было много предложений о вовлечении в процесс образования известных спортсменов Такие мастер-классы позволяют ученикам расширить кругозор и воодушевить на новые достижения Также задача в популяризации спорта как семейного отдыха Совместное активное времяпрепровождение – это необходимый и полезный досуг любой здоровой семьи Отдельное внимание уделили баскетболу Спортивное образование нового поколения жителей Десногорска – многогранная и сложная задача Только совместными усилиями можно культивировать и развивать культуру спортивного, а значит и духовного здоровья Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ Культурно-выставочный центр имени Тенишевых приглашает на открытие выставки исторической реконструкции «Один день в Древней Руси» IX-XI веков Предоставленная Смоленским историческим клубом «Истоки» В экспозиции представлены реконструированные копии предметов IX-XI веков Предметы повседневного быта, разнообразные мужские и женские костюмы древнерусской знати и простых обывателей И многое другое Открытие состоится 27 февраля в 16 часов Вход свободный Подробности на сайте kvcsmolensk.ru И коротко о погоде 14 февраля в Десногорске пасмурно Возможен небольшой снег Днем минус один, ночью до минус шести На сегодня это все новости Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале Но и на сайте disneydefis.ru С вами была Виолетта Ефименко До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин